Взрыв бытового газа прогремел в поселке Ильинское-Хованское около 8 утра. Через три минуты на место трагедии прибыли первые спасатели. В результате взрыва обрушился подъезд трехэтажного жилого дома. Пострадали 8 квартир. Одной из пострадавших первая помощь была оказана на месте. Вторую с ожогами 70% тела доставили в областную больницу. Еще двоих пострадавших обнаружили под завалами. Обеих женщин 1940 и 1956 года спасти не удалось. Предварительной причиной стал взрыв 50-литрового газового баллона. По информации Следственного комитета, его перезаряжали буквально накануне трагедии. И баллон был закачан не по тех условиям. То есть превышением максимального уровня закачки газа. Все баллоны здесь размещаются на улице. Все баллоны. Дом не газоэффицирован, централизован. Все баллоны размещаются на улице. Называется индивидуальная газобаллонная установка. На месте ЧП в течение дня работали сотрудники всех служб. В том числе 150 сотрудников МЧС и 42 единицы спецтехники. Региональные следователи проводят процессуальную проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Существует три версии случившегося. По результатам проверки следователями Следственного комитета будет дана оценка действием работников управляющей компании, обслуживающей данный дом, действием сотрудников газоснабжающей организации, а также действием лица, накануне производившего замену газового баллона в специальном металлическом шкафу, оборудованном на фасаде данного дома. По поручению губернатора Павла Конькова решен вопрос с размещением жителей дома на базе отделения временного проживания Ильинского центра социального обслуживания. Также глава региона распорядился оказать материальную помощь пострадавшим и семьям погибших в результате чрезвычайной ситуации. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.